Первые лучи солнца, пробившие сквозь запыленные стекла, осветили стоящую на мольберте картину. Художник внимательно взглянул на свое творение, размышляя о том, насколько он угодил вкусу заказчика. В призрачном свете раннего утра на лужайке, окруженной густым лесом плодовых деревьев, предстают странные фигуры. Их бесстрастные лица, плавные замедленные движения напоминают сцену какого-то представления. Персонажи картины – герои античной мифологии. Что они делают? Что происходит? Каков сюжет изображений? Не так просто ответить на этот вопрос. В центре под зеленым сводом стоит Венера – олицетворение возвышенной любви, духовного совершенства и красоты. Она в нарядной одежде флорентийской патрицианки. Справа от нее три грации, танцующие на цветущем лугу – символ щедрости и красоты. За ними прекрасный юноша с жезлом, поднятым вверх. Это вестник богов Меркурий. Его легко узнать по крылатым сандалям и традиционному жезлу. В правой части картины широко ступающей по земле осыпанной цветами богиня плодородия Флора. Весна, обновляющая землю, ее цветение и жизнь. За ней фантастическая фигура летящего зефира, теплого весеннего ветра, преследующего юную нимфу Полейхлою. Картина передает скорее настроение, состояние какого-то загадочного призрачного очарования, чем действие. Это поэтическое воспоминание художника, его мечта о прекрасном идеале. Весну нельзя воспринять сразу. Она завораживает, постепенно очаровывает взгляд и надолго приковывает к себе внимание. Мысль переносится в таинственный мир музыки и сказки, где скованный предутренней прохладой просыпается лес, преображенный появлением прекрасных существ. Дивные фигуры проходят неслышной походкой, едва касаясь темной травы и диковинных цветов. Все они как-то странно внутренне разобщены. Каждая могла бы стать самостоятельным произведением искусства. И все же что-то неуловимо тонкое объединяет их в одну законченную композицию. Поэтичность и музыкальность образов, хрупкость и невесомость, неустойчивость положений, легкие прикосновения рук и плавность скользящего шага, устремленные в пространство взгляды. В истории мирового искусства найдется немного произведений, в которых так сильно звучала бы музыка живописи. Здесь она повсюду. В четком композиционном ритме расположения фигур. Во вторящих им темных параллелях стволов деревьев. В гибких линиях контуров людей. В струящихся складках прозрачных одежд. В бесконечном разнообразии цветов на зеленом ковре. В неярких, изысканных колористических сочетаниях. Чарующая мелодия заполняет всю картину. Звучит первый уверенный аккорд. Полуобнаженная стройная фигура Меркурия, перекинутом через плечо, малиновым покрывали замерла в изящной позе. Взгляд его устремлен вверх, к высоко поднятому жезлу. Рядом негромкая лиричная мелодия танца грации. Она струится светлым прозрачным потоком певучих линий, изгибами сплетенных рук, легким полетом складок прозрачных одежд. Она в мерном кружении танца, в мечтательных, задумчивых взорах девушек и в золотых волнах густых тяжелых волос. Но вот взгляд переходит к следующей фигуре. Здесь минорное звучание вновь сменяет более торжественную мелодию центральной фигуры. Прекрасная флорентийка в платье из тончайшей ткани, не поддерживая левой рукой спадающая к ногам красная покрывала, остановилась. Сделала шаг и слегка склонив голову, прислушалась к светлой гармонии звуков, вторя их ритму мягким движением руки. Музыка нарастает, становится громче, смелее и, наконец, выплескивается на полотно потоком серебристых, изумрудных, фиолетовых звуков, рассыпаясь цветами в складках волшебного платья флоры, диссонируя в нарушенных ритмах линий бегущей Хлои и догоняющей ее фантастической фигурой голубого зефира. Особую роль в картине играют руки. Их язык всегда значителен и важен у Боттичелли. Способствует большой выразительности образов. Расположение рук в пространстве продумано декоративно, а движение и пластика во многом помогают тому впечатлению музыкальности, которое производит картина на зрителя. Весна полна настроений и грустной задумчивости. Она располагает к философскому размышлению и воспринимается каждым по-своему. Но одно в ней бесспорно и истина – это красота в самом высоком смысле слова. Вечерело. Последние лучи заходящего солнца освещали теперь лишь верхние этажи высоких темно-серых домов Флоренции. Мастерская погрузилась в сумерки. Краски картины тихо угасли, стушевались очертания форм. Лишь светлое пятно танцующих граций продолжало светиться в полумраке, как будто призрачные существа не в силах были остановить мерное окружение танца. Боттичелли вышел на улицу. Теплый воздух, напоенный весенним ароматом, охватил все его существо, наполнил радостным сознанием молодости, силы, талантов. Он быстро шагал по родному городу, миновал церковь Орсан-Микель, прошел подарками нового рынка и свернул на площадь Синьорин. Здесь, у палаца Веккио, одного из самых величественных зданий города, он задержался. Как прекрасна его Флоренция! Город строгих и четких силуэтов, дворцов и башек, теплого блеска бронзы и холодного сияния мраморных статуй. Здесь он родился. Старший брат прозвал маленького крепыша Боттичелли, Бочонок. И кто мог знать, что под этим прозвищем Сандро Филиппеппи проживет всю жизнь и станет знаменитым художником. Прошло пять столетий, изменились общественные формации, а с ними убеждения, взгляды, вкусы людей. Но на все времена эпитет Боттичелевский образ остался синонимом возвышенно прекрасного, поэтически утонченного, благородного и печального. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова